Субтитры сделал DimaTorzok Давай Вот сразу про гитару тебе расскажу Как мы поехали психу гитару покупать Это было интересно Долго, естественно, копилось Деньги, откуда деньги там У молодежи, естественно, их не было У нас И мы поехали Скопили какие-то деньги Он очень хотел Такая, знаешь, ебанутая форма Вот этой гитары Очень он хотел И мы поехали ему покупать Я поехал тупой, кислый Ну, собственно, всем составом Мы поехали покупать Попокупать ему эту гитару Это было на Кузнецком мосту магазин Как это был комиссионный То есть, естественно, на новую гитару Откуда, блядь А там вот завезли, блядь У кого-то украли Слушок пустил Да, да, да Завезли Можно, да Купить, значит, вот такую гитару В общем, по каким-то там Совсем приемлемым деньгам Ну, то есть Нормально Естественно, мы все покушали Какой-то там циклодол И поехали покупать Вот Едем И весело же Выходим мы на этом Кузнецком мосту Замечательное же место Такое панковское Такое настоящее Такое хорошее место А навстречу нам Замечательный Ныне покойный Кноте Кажется, он сгорел, да Или что-то с ним Такое случилось Там Ужас, короче Вот И дузер, блядь И дузер, который Наш родной Отрадненский Собственно Ну, он там Из Алтуфьева Ну, это такая наша Вот И мы такие, прикинь С деньгами, короче Деньги, блядь Деньги, блядь Мы везем с собой, короче И такие Галлюцинации И испытываем Все, нам прикольно И тут он подбегает, короче Говорит Парни Это охуенно Что мы вас сейчас встретим У нас тут сейчас Пиздилка с бомжами, короче Блядь Мы должны, короче Сейчас пойти там Они, блядь, сквот заняли В котором мы, блядь Типа тусим Пойдем, типа пиздиться Блядь Это было, кстати, очень сложно Тогда отговориться От него Ну, в итоге Мы отговорились Потому что, ну Просто с баблом Как бы И с поездкой За гитару В итоге Которая превратилась бы В пиздилку С бомжами, короче Ну, не сам их был Еще классная Вот Самая вот Запоминающаяся штука Вообще Того времени Это вот Это была Закуска Она такая была В банках Ну, нет такой банки Ну, просто вот Банка В ней был намешан Черный хлеб Какая-то, блядь Капуста Блядь, огурцы Значит И тушенка, блядь Какая-то Ну, вот И вот эта все Закусь была прекрасна И за нее Турист пострадал спиной Как я сейчас помню, блядь Потому что Шурик Вот мой друг Шуруп, собственно Да, который Это которого обоссали Которого обоссали Да Которого Ситянский обоссал Фу Ужасный Ситянский Ужасный шуруп Не будем об этом Да, да, да Ну, инурез Капуста Капуста И вот эта вся штука В общем, это охуенная была шляпа Вообще Это была закуска Такая Она стоила ничего Ну, то есть Как вот водка у бабок Да, все, наверное Помнят эту водку У бабок на вокзале, блядь И чуть ли не они же Продавали, блядь Вот эту закуску Она как называлась Закуска, блядь Закуска Да Черный хлеб, блядь Вот это руками жрешь Весь сам обосрался Короче, клево Там была такая прикольная Тема Когда турист такой Типа, пойду закушу И такой А окон? Нет, ну, сквот И такой, типа Блядь, в эту банку Что-то там Она на окнах Вот, ну На окне стояла А тут стоял ящер Тирал свою хуйню Дальше стоял я И Шурик А у Шурика была Очень прикольная вообще маза Ну, собственно Его не просто так На местности у нас Называли бомж У него была Очень прикольная маза Он вообще очень любил Как бы, ну, на халяву Что-нибудь там Покушать Попить Ну, такой он был Человек Хороший человек А пил он до такого момента Значит, он Никогда не падал Ну, то есть Вот он Нет такого, что Человек выпил Типа, пойду Посплю, блядь Нет, нихуя Шурик пил, блядь До того Пока у него не отключался мозг Потом его как раз и обоссали Потом его как раз и обоссали Значит, вот так вот я стою Значит, это турист там За этой капустой, блядь Ящер стоит Что-то там Фотографии традиционные Свои показывает, блядь Я и Шурик Пил много Шурик И вот он стоит С этим стаканом И он пил до того момента Пока у него не отключалась Башка просто, блядь И вот он так Въёбывал стакан, короче А потом у него отключался мозг И он такой типа Что-то просто взбрыкивал Орал, короче И он так на меня И упал А я такой типа Ну, Шурик, ну ёп твою мать Я так толкаю И ящера такой типа Ну, блядь И тоже назад такой идет И такой Жопа А у ящера, помните Жопа, все-таки, блядь Жопа у ящера Да И такой хуяк И турист такой Чунч в окно А этаж третий И я такой типа Выглядываю А турист же мой друг Он же тогда жил у меня вообще. И я такой, типа, ах ты ж, блядь, турист упал, турист упал, и я такой бегу-бегу-бегу-бегу, спускаюсь, и турист такой, очень хуяво себя чувствую, очень, блядь, я упал, короче, блядь, а там ещё лестница вниз, благо зима, лестница в подвал, блядь, и он на этой лестнице такой, я говорю, ну давай я буду нести тебя, там как-то же, ну у меня же страшно, ну человек же упал, вот, я вот так несу-несу-несу-несу, И он такой, очень плохо себя чувствует, очень мне хуёво И мы доходим до второго этажа, он такой, блядь, водку уронили И пешком такой, блядь, быстро Нихуя, ничего себе не сломал Что называется, бог любит пьяных и дебилов, блядь Я поэтому и живу столько долго, потому что пьяный дурак я По поводу падений и всякой такой хуйни Вспоминаем про говнорей, про кишлак Да, почему в кишлаке говнорей наиболее говнарские Давай сначала поясним, почему кишлак кишлак Может быть наш телезритель не знает Да, потому что, собственно Ну и соответственно, до кучи, почему они наиболее то говнари Потому что вроде как бы все говнари, а тут понимаешь Ну какие-то совсем говнарские Абраганские, совсем абраганские Вот так. Значит, Кишлак это потому, что, понятно, кинотеатр Киргизии около метрона Вагиреева, поэтому Кишлак. И, наверное, удалённость. Удалённость всё-таки от центра сыграла некую свою роль. Ну, обычно все там, да, встречались на Лубе, там, да, на Бесях. Ну, вот это вот всё. Оно прикольно. А вот они были как бы некой изолированные. Но при этом как бы же тоже панк-рок. Ну, то есть на концерты они же тоже ездили. А Келлин так вообще вспомнить... В Пургене играл. Вообще, да, в Пургене играл. Это же совсем охуеть, да? Ну, грубо говоря, это же вот по сути татусовка. Не, это, конечно, всё были удивительные люди. Сейчас, если так вспоминать, там был вот Келлин, ну, Келлин, понятно, да, Келлин это всегда Келлин. Был Коршан, был Слон, был Кузьма. Значит, они потом делали какие-то не очень прикольные вещи. Не буду про них рассказывать. Вот. Это с сексом связано, нет? Нет, это с сексом не связано. Если бы это было связано с сексом, то и ладно. А то нет, тоже. Еле говно? Хуже. Хуже, я тебе расскажу, а ты потом это из кино вырежешь, блядь. Был ещё замечательный совершенно человек. Он потом сел, потом вышел и сейчас, по-моему, занимается чем-то очень замечательным. Это Мазай, Мазарини. Это, наверное, из всей этой Кодлы для меня самый такой, ну, человек, которого, наверное, можно именно вот любить, там, уважать, ну, в хорошем смысле. То есть, не тоже там, а, прям, он молодец. Вот. Ну, видимо, это после тюрьмы. Так вот, у него была чудесная совершенно хата, она была на первом этаже. И мы там, ну, что-то, что-то репетировали, короче. Ну, какое там узло. Вот. Обычно это всё было песни про пьянство, про какие-то там, про пиздюли. Ну, о чём ещё было тогда петь, если это всё время было вокруг. Ну, о чём видел, что видел, что вокруг происходило, а потом, собственно, и пели. Да, о том, собственно, и пели, да. Вот. И мы чё-то там, в общем-то, репетировали, и соседям это не нравилось. Прям очень не нравилось, короче. Ну, потому что много народу, блядь, там мы набивались какой-то огромной, блядь, кодлой в эту маленькую, там, однокомнатную квартиру у Мазаи. И так мы чё-то тусили, там, играли. И вечно соседи каких-то ментов вызывали. И вот они, помню, вызывали ментов. А поскольку первый этаж, мы такие хуяк-хуяк такие. И через балкон такие все съебались, короче. Такие, оп, и никого не приняли. Классно, вроде бы весело. На следующий день такая же херня, но менты оказались... Парольные. Да, не фраерами, что называется, да. Они подогнали Бобик прямо к балкону. А в дверь позвонил участковый. Типа, открывайте милиция, блядь. Жалуются соседи. И все такие, хуяк-хуяк такие по балкону. И около, прям вот с этого балкона все спрыгивают. И так всех хуяк-хуяк так и вяжут. И в эти Бобики нас помню тогда. Ох, прессовали нас за ирокезы в основном, за что-то такое. В основном получается за ирокезы, потому что никакими наркотиками, ни с какими-то вещами, даже не с, как ты говоришь, пресловутой вот этой зигой, как бы с этим деланием ничего не связано. Нет, ну какая зига? В то время не было и по сути никакой зиги. Вот так вот, если говорить честно, да, мы же все дружили, то есть не было еще вот этого разделения там какого-то, кто зигует, кто не зигует, блядь. Это был как бы такой вот настоящий панк-рок, наркотики, алкоголь, как бы ништяки. Какие зиги? Ну нам не на чем было ссориться. Кто-то там трубер начал первую эту штуку делать, да? Мы нет. Мы до последнего, собственно, сохраняли некий нейтралитет. Это было, опять же, с «Фабрикой свободы», если говорить. Нас вечно накрывали какие-то бритые, а мы даже не понимали, какие это бритые. Нет, ну смотри, вот как бы Ёжи-группу, в которой ты сейчас играешь, как бы Ёжи, в принципе, обвиняют, ну, как бы... Но это же бред. Это же бред, но как ты объяснишь, что это бред? Они же там зигуют. С Ёжами тут вот интересный вообще очень момент. Во-первых, вот только вчера там Горбатому я рассказывал тему о том, что каком-то там в 97-м году, что ли, в 96-м году меня побили на концерте группы Ёжи еще в старом аэр-клубе, помнишь, где в клетке в этой вот надо было играть? Старый аэр-клуб, где вечно забитые сортиры, где вот этот... Один из таких сортиров я лично и забил, как бы, но это дело не в этом, мы сейчас как бы про группу Ёжи. Причем, опять же, получал за ирокез. Не важно, от ментов ты получаешь пизды или от бритья. Да, почему-то стали ходить бритые. Как, собственно, сейчас наша маза... Там же есть песня «Скинхэд». Ну и что? Песня «Скинхэд», кстати, Тёма написал, по-моему, вообще для своего брата, который как раз «Скинхэд», как бы, и вообще, ну, отношения... Почему-то все зацепились за эту песню «Скинхэд». И еще в Москве, да, вот есть две песни. Люди разные бывают, как бы, каждый по-своему. Мыслят, как бы, и достаточно просто одного слова, чтобы просто зацепиться. Хорошо, чем плохое слово «Скинхэд», я не понимаю, опять же, да? Ну вот что, «Скинхэд» – это значит, что ты фашист? «Скинхэд» – это значит, что ты антифашист? Что значит «Скинхэд»? Да, рабочая молодежь, ну, мы не будем вдаваться сейчас вот в эту... Ну, да. «Зигавали». 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 Ну, кто зиговал? Собственно, сама группа... Фашисты. Фашисты зигавали, да. Группа Ёжи не зиговала самостоятельно никогда. Это важно, да? Конечно, важно. Но просто надо же это объяснить. Вот я и объясняю, видишь, да? Потому что вот сама группа Ёжи никогда не зиговала. Недавно, опять же, вот этот вот... Мы праздновали вот эти вот 20 лет, там, группе Ёжи, да, где... Тёма с Васей чудесно совершенно рассказали о том, что не надо рубиться по политической теме. Занимайся творчеством, блядь, да? Хочешь заниматься музлом – занимайся музлом. Хочешь зиговать – иди зигуй. Ну, панк-рок – это же всегда протест. Протест? А при чём здесь протесты Зига? Ну, Зига – это тоже своё... У меня кот зигует, блядь. Целыми днями сидит, короче, вот жопу куда лежит, вот так вот зигует, блядь. Я тоже кот зигует. Я его скрываю, как бы никому не показываю. Вернее, показываю, но только на закрытых, как бы, форумах. Зигующий кот, блядь. Значит, ты сам зигуешь. Значит, все вокруг тебя зигуют. Значит, группа Ёжи зигует, блядь. Мне думается, что это вообще всё ерунда. Ещё раз повторюсь, то, что было тогда, в 90-е, мы... Ну, то есть, как-то с продуманной головой зиговало там 2-3 человека. Да, мы их все знаем, грубо говоря, и кто-то из них уже мёртвый, кто-то из них живее всех живых. Но это уже совсем другая история. То есть, это не история про 90-е, это история про политику. Была, говорю, забавная история про коршана, которой вообще непонятно, как и что, и вот, когда его топили в озере, блядь. Вот это было то самое... Вот это то, с чем у меня сравнил вообще в голове, в моей, абрыганство в чистом виде. Мы поехали куда-то там, значит, на озерцо, на озерцо, стричь какие-то там ирокезы, кому-то, потому что мы всё время какие-то стригли ирокезы. Опять же, сейчас вспоминается ящер, который стрик, по-моему, чуть ли не мой первый ирокез, там, я был маленький совсем. Вот этой вот машинкой для стрижки баранов, помнишь, у него была? Это нормальная машинка. Да-да-да, она драла волосы, страшно было, больно, неприятно, но зато ты пьёшь водку, короче, и потом красишь этот ирокез гуашью, короче, и такой ты красавчик вообще, молодец. Ходишь, потом на концерт ёжи, пизды там получаешь, блядь. Там, мы говорим, мы ездили стричь какие-то ирокезы, чё-то выпивать, ещё помнишь, мофон, вот это вот, это были у богатых парней такие мофоны, вот это вот носили, короче. Вот у нас тоже был мофон, прям, и мы его поставили, и слушали, помню, Exploited, это был год 96, только вышел альбом Be The Basterds, который можно было купить очень мало где. Давай-давай. Давай-давай, магазин цветы. И мы слушали вот это вот всё музло, а рядом дембель праздновали какие-то, блядь, наверное, ещё худшие абрыганы даже, чем мы, блядь, это были какие-то солдаты, блядь, какие-то... Ну, всяких вот дембелей как бы нельзя причитать к абрыганам, поскольку они к культуре не относятся. Они ещё больше даже, по-моему, чем мы, и в итоге Коршана решили утопить, нахуй, в этом, блядь, озере, блядь, мы стали его спасать, нам за это дали пизды, блядь, но он напился и стал орать просто. Ну, это бывает, у всех такое бывает, напился человек и орёт, блядь, да? Ну, и топили, короче, того Коршана, и, собственно, из-за ирокезы мы пизды получили, и за всё. Маза абрыганства, она заключалась в том, что ты... Ну, много есть абрыганов, да, но любой человек, в принципе, может показать хуй, грубо говоря, на улице или кому-то ещё, хотя это считается первой поправкой, да, прикрывать гениталии свои. Много разного всего можно было творить, можно было драться с ментами, можно было поджигать машины, можно было, да, что угодно можно было делать. Но вот абрыганство, оно всё-таки, наверное, заключается в том, что ты какой-то, какой-то ты, ну, вот, совсем непрекаянный. То есть мы всё-таки, окромя там музыки, тусовок, наркотиков и всей этой хуйне, продолжали заниматься, ну, не продолжали, а как-то начинали заниматься чем-то таким, что тебя должно ждать в будущем, по сути. Да, ну, там, кто-то там, да, кошмар говорит, там, у кого-то мотоклубы, у кого-то кабацкие дела, там, музыканство, у кого-то офисы. Это было некое падение вообще, ну, то есть, вот, в принципе, упадничество. Упадничество до такой степени, что люди, понятно, не жалели себя, никто себя не жалел в то время. Как безумный Макс, например, фильм. Например, просто это было то, что вот сегодня мы пьём, завтра мы пьём, потом мы всё время пьём, потом там кто-то стал торговать проститутками, блядь, и мы ходили туда, это тоже было в кишлаке, блядь. Был чувак, который, там, значит, этих проституток торговал, каких-то хохлядских, блядь, и это всё под эгидой панк-рока, блядь, забитые татухами нахуй тёлки, короче, блядь, все в каких-то анархиях, блядь, и розочках. Водка, проститутки, бухло, пизделки, абрыганство. По сути, наверное, вот так. То есть, совершенно... Получается, самый натуральный, настоящий панк, по сути, или что? Да нет, панк, мне кажется, всё-таки он что-то в другом. Панк это... Вот спроси любого панка, вообще, и он тебе будет втирать свою политику, которая у него в голове, блядь, на протяжении двух часов, да? А здесь как раз было полное отрешение всего. Это нет, это не настоящий панк. Это абрыганство. Поэтому оно так и называется, собственно. Когда просто вот полный пахуизм, да? Это неумение жить, неумение совершенно с собой примириться. Или... Понятно, с социумом никто не мог примириться, да? В то время, опять же, да? И я до сих пор не могу примириться с социумом. Но... Разрушать себя для того, чтобы показать социуму, что я молодец, это хуйня. Вот это называется абрыганство. А если ты всё-таки, ну, хоть что-то делаешь там, хоть маленькую толику ты вносишь, блядь, играя на инструментах, шутя в интернете, да? Вот тебя подъёбывая за вейперство, всё что угодно. Мне кажется, здесь есть панк-рок. А вот в том, что там было, панк-рока не было. Панка не было. Было, грубо говоря, просто вот... Как в начале века, эти самые, блядь, спасибо. В начале века были, блядь, вот бесхозные дети, блядь, да? Послевоенные, которые, блядь, вот сидели там, выходя из своих вот этих вот, как это называлось там, господи, детских домов. У нас детский дом, он был такой... Огромный. Огромный, всеобъемлемый детский дом в Кишлаке, в Новогереве, вот здесь, неподалёку. Огромный.